Саня, мы уже в эфире? Ну, случайно, ось, уже была моя лампочка, мы уже в эфире! Тогда, пользуясь случаем, хочу передать привет своей бабушке! А, в таком разе я хочу показать витание бабусиному коту! Это стартап-шоу с Саней Лавика, и мы начинаем, поехали! Просто сегодня в программе! 6 декабря, и у нас сегодня контактные линзы, снимающие видео! Как там Круз потрапил в диснеевские мультфильмы? Правила сетикета знаменитостей! Классичный концерт на GoPro! И не забывайте, что у нас есть вопросы, а вы отвечаете наприкле нашей программы на это вопросы и забираете червоную чашку и запас каву в якости супер-призов! Так что, ждите обязательно, Лайка тоже приготовила, пожалуйста! Я все уже готова у меня! А мы приготовили календар, до которого сейчас переходим! Поехали! Календар 1877-го ряки! Винахидник Томас Эдисон, которого мы сейчас увидим на экране, сделал на своем новом фонографе, первый записи людского голоса. И там процитировал слова детской песни. Назвичайно веселые! А вот 1945 года отмечает свой день рождения первая в мире микроволновая печь! И американский инженер Перси Спенсер впервые тогда запатентировал это чудо квадратное устройство. До речи, если вы видели, то просто взрослый человек они были. Ну и наконец, сегодня День Збройных Сил Украины! Так что действительно, приветствуем украинцев! Приветствуем все Збройные Силы! И остается дать вернуться живыми! Спасибо вам за то, что вы бережете нас, боретесь за мир и хотите, чтобы наша Украина процветала. Спасибо вам большое, искренне, от сердца каждого человека, кто живет сейчас в Украине. Все ваши мечты станут реальностью, утверждает Волд Дисней. Знали ли вы, что на самом деле существовало множество персонажей в мультипликационных мире? Да, из реальных. Например, братья и мамаша Гавс из Утиных Историй действительно списаны с реальной существовавшей в 30-е годы бандитской группировки. Далее, Аладдина, это выявляется Том Круз, Робин Вильямс, это ведомый джинн, ну а Риэля, яку мы сейчас побачим, это Алиса Милано. Это красотка, она и стала воплощением прекрасного мультика. А между прочим, сам Волд Дисней ассоциирует себя с Микки Маусом и поговаривает, что именно этот персонаж... Что он просто смалював как раз себя и привтел в Микки Мауса. Но я хочу сказать про Уолли, Уолли, помните этого робота? То как раз он у особенного самого засновника Волд Дисней, Волд Дисней... Потому что транскрипции это действительно можно очень реально увидеть, ведь Уолли это Волд Элиас Дисней. От мультяшных героев переходит в виду наших героев-селебрити, наших шоу-бизнесовых героев и снова стартап-сленг. И сегодня узнаем, какие нормы и правила вообще соблюдают наши звезды и знают ли они, что такое сеттикет. Сеттикет. Сеттикет? Сеттикет. Сеттикет. Шо? Сеттикет? Сеттикет? Ну я думаю, что... Это что-то... В общем, такой вот... Сеттикот. Кит в мереже. Который... Сеттикет. Сеттикет, как вы поняли и догадались, это сетевой этикет, то есть ваше поведение в комментариях, в переписках, в чатах. Такой себе этикет электронного формата. Цікаво, где можно найти книжку, чтобы прочитать усі умовы этого этикета. Ну ладно, доброе. Главное не шукайте книжки, а переходите до наступной части. Не откладывай на завтра те, чем можно надихнуться уже сегодня. Крутые идеи, фантастические гаджеты и секреты успешных людей. Все это прямо сейчас у стартап-шоу «Знискафе-3-1». Я, я, я про это. Я в окулярах, поэтому мне можно. Я про контактные линзы. Суть в том, что наконец-то американские инженеры разработали специальные контактные линзы, которые будут весь текст, все изображение просто на ваши очки транслювать. Таким образом, все это может превратиться в настоящий шпигунский скандал. Вы помните, что очень много фильмов, знаете, за участью Тома Круза, было там довольно-таки контактные линзы. И бачить это навколо, и при этом еще информацию необходимую, знаете, можно фотографировать. Так вот, майбутнее воно уже тут. А вообще, я вот сейчас читаю, внутри линзы, оказывается, встроены светодиоды из наноразмерных квантовых точек, проводка из серебряных наночастиц и органические полимеры, которые выступают в роли материала для микросхем. То есть слово микросхема мне ясно. Ну и, конечно, все это будет использоваться в будущем для пилотов, то есть они могут видеть информацию просто на своих очах и не отвлекаться от управления своего аппарата. Чешский оркестр сейчас впервые снял концерт при помощи 24 гоупрошек. Причем они были прицеплены совершенно везде. И на инструментах, и на скрипках. И вот обратите внимание, даже пристегнуты некоторые гоупрошки просто человеку. Можно себя отчути музыкантом, можно себя отчути и барабанщиком, можно себя этим, вот этим. Причем дирижером, вот этим, это мушкетером. Мушкетером, так, мушкетер-дирижер. А, между прочим, исполнял чешский оркестр известнейший музыкальную композицию Рихарда Штрауса. Вот, и, собственно, было очень красиво. Ни к кому не познались трех нот. Редактор субтитров А.Семкин